Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», я ее ведущий Никита Васильев. Итак, на календаре 31 августа. Это значит, что лето 2020 года у нас, к сожалению, может быть, для многих, да, и, может быть, к счастью, подошло к концу. Традиционно для экстренных служб, для спасателей летний период – это пора горячая, пора напряженная достаточно. Ну, как известно, в летний сезон увеличивается количество пожаров, инцидентов на воде и других различных происшествий. О том, насколько насыщенным выдалось для сотрудников МЧС нынешнее лето, а также какая подготовка велась к осеннему сезону, мы побеседуем об этом с нашими гостями. Сегодня вместе с нами Сергей Евгеньевич Шлыков, руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС, Главного управления МЧС России по Тверской области. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Виктор Иванович Боднарчук, главный специалист здравотехника отряда специальных взрывных работ. Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. И Евгений Александрович Груздев, заместитель начальника управления надзорной деятельностью и профилактической работы, Главного управления МЧС России по Тверской области, полковник внутренней службы. Евгений Александрович, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, номер прямого эфира – 3190. Вы можете звонить и задавать свои вопросы. Итак, ну, наверное, в первую очередь стоит сказать, что нынешнее лето, оно для всех служб, да, не только для МЧС, оно прошло под знаком кампании по предупреждению детского травматизма. Кампания была объявлена губернатором, ну и во многом наложила свой отпечаток на работу различных ведомств. Сергей Евгеньевич, к вам первый вопрос. Как вот объявленная программа, объявленный месячник, который получился больше, чем месяц гораздо, да, практически все лето затронул, как, какой отпечаток на работу наложила эта компания и как вообще, какие коррективы внесла? Ну да, мы на прошлом эфире как раз этот вопрос поднимали. Можно сказать, наши бойцы во всеоружии пошли работать, то есть под эгидой вот объявленного месячника, как бы с новыми силами, может быть, заряд такой получили от этого. Ну, результат какой? Ни одного ребенка у нас не погибло и не получило травм. То есть на водных объектов в этом направлении все было, слава богу, тихо, спокойно. Конечно, ну и погода нам помогла, может быть, так, с одной стороны сказать, то есть не очень жарко было, уже и людей на водоемах было меньше. Но, тем не менее, работа такая велась, то есть в первую очередь мы работали с детскими садиками, потому что в летний период они все-таки все работали, детскими пришкольными лагерями работали. То есть у нас в городе был такой лагерь, организован в Боровлево, поэтому обязательно мы с сотрудниками нашего ведомства, не только ГИМС, сотрудниками пожарного надзора, а с другими ведомствами заинтересованными из ГИБДД с детьми провели такие занятия. Ну и непосредственно уже на водоемах, то есть где детишки находились на водоемах, при патрулировании наши сотрудники подходили, объясняли, как себя вести. Если ребята прыгали где-то с вышек, то обязательно профилактическая работа проводилась, рассказывали им различные ситуации, какие происходят, каким последствиям это может провести, катание на тарзанках, вообще пребывание на водоемах без родителей, к чему это может привести, различные какие у нас происшествия были, например, играл ребенок с собакой, побежал, погиб, такой мы приводили пример и неоднократно и озвучивали, поэтому работу такую проводились. И в преддверии 1 сентября уже все сотрудники нацелены проехать по школам, еще раз в день знаний, в период проведения дня знаний такие занятия с детьми еще провести. Ну и планируем, если позволит ситуация, провести открытые уроки непосредственно на нашей территории, то есть не открытых дверей ГИМС. Если ситуация, как в связи с коронавирусом, будет позволять, то мы обязательно такие занятия будем проводить. То есть давайте еще раз обозначим, вот за отчетный летний период, о чем мы сейчас говорим, инцидентов на воде. Да, уже в августе у нас происшествия не зарегистрированы с детьми. И, соответственно, гибели детей тоже нет? Нет. За весь летний период? Нет, за летний период у нас в начале лета было одно происшествие, это на гидроцикле, и то это не по вине ребенка, а по вине взрослого произошло, когда у нас ребенок утонул. И в городе Нелидово у нас было происшествие, то есть вот два происшествия, они все в начале лета были зарегистрированы. Ну вот, а когда уже начался этот мечник, да, компания, то есть удалось все-таки работать? Да, сдержать нам ситуацию. Евгений Александрович, давайте поговорим о инцидентах на воде, да, поговорили. Теперь, что касается пожаров, да, тоже летом, ну, наверное, прибавилась работа, как всегда, да, при том, что правильно Сергей Ильич сказал, не самое, наверное, жаркое лето, да, не самое, но тем не менее, что с пожарами, что с возгораниями у нас? Ну, на самом деле, если рассматривать весь период в целом, то по состоянию на сегодняшнее число, у нас в области пожаров зарегистрировано более трех тысяч трехсот пожаров. В прошлом году у нас цифра была гораздо больше, почти пять тысяч, то есть здесь мы, благодаря профилактической работе сотрудников и государственного пожарного надзора, количество пожаров снижено, вот, но тем не менее, хочется отметить два случая, две трагедии, которые у нас произошли летом, это два пожара, в результате которых погибло три ребенка. На самом деле, это действительно трагедия, мы тщательно разбирались по обоим случаям. Первый случай у нас произошел в Торжокском районе 28 июня, произошел пожар в многодетной семье деревни Владычны, в результате которого один ребенок погиб, к сожалению, это девочка 13-го года рождения. Причиной данного пожара послужила детская шалость с огнем одного из детишек, так как они были оставлены сами себе, родители находились в другой деревне, пожар произошел днем, но все-таки, к сожалению, одного ребенка спасти не удалось, двоих малолетних детей спасли. И второй пожар буквально был недавно, он произошел у нас в Сележаровском районе, в деревне Горка, пожар произошел 9 августа, пожар произошел ночью, в час 30 в результате пожара погибло два ребенка, к сожалению, и двое взрослых. Причиной данного пожара послужила неосторожность обращения с огнем, неосторожность при курении взрослых, которые, как установила предварительная проверка, злоупотребляли спиртными напитками вечером, а в результате оставленной незатушенной сигаретой произошел пожар. В целом, если рассматривать по причинам пожаров, которые произошли у нас на территории области, то по-прежнему основная часть пожаров происходит из-за человеческого фактора, основная причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении. Большая часть пожаров происходит по вине граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, это доказано результатами предварительных проверок. К сожалению, у нас на территории области по состоянию на сегодняшнее число погибло, погиб при пожарах 101 человек. В прошлом году у нас цифра была 92, то есть гибель остается на высоком. Высокие показатели в гибели остаются, но работа профилактическая нами продолжается. У нас разработан ряд совместных планов профилактической работы. У нас задействованы и МВД, и задействованы следственный комитет, задействованы органы местного самоуправления. Все министерства и ведомства отрабатывают в профилактической работе. Но по состоянию на данное число больше детской гибели у нас не допущено, и мы считаем, что результаты определенные достигнуты. Вы сказали, что наблюдается рост погибших по сравнению с логичным периодом прошлого года. Есть какие-то, может быть, первые уже выводы, почему так происходит, почему у нас в этом году людей погибло больше, чем в прошлом? Если рассматривать каждый пожар детально, то мы, анализируя эту ситуацию, видим, что, во-первых, категория погибших – это в основном у нас мужчины, мужской пол и граждане старше 40 лет. То есть это та категория, которая склонна в том числе и к злоупотреблению алкоголя, потому что 70% погибших на момент возникновения пожара находились в состоянии опьянения. Это беда, с которой, в принципе, мы боремся в результате проведения профилактических мероприятий. О всех данных фактах мы информируем и органы местного самоуправления, и органы полиции, внутренних дел с тем расчетом, чтобы в данной категории граждан проводилась более жесткая профилактическая работа. Ну и, соответственно, хотелось бы обратиться к гражданам. Если вдруг мы видим по соседству, либо в соседних квартирах, жилых помещениях, люди ведут асоциальный образ жизни, сразу считаю и рекомендую необходимым сообщить о данных фактах в ближайшие подразделения пожарной охраны, МВД, во избежание несчастных случаев. Ну да, это действительно обращение может спасти кому-то жизнь. У нас небольшая пауза, мы вернемся после короткой рекламы. Вы смотрите программу «Тема дня», мы работаем в прямом эфире. Номер прямого эфира, я напоминаю, 300-190, и сегодня мы вместе с представителями регионального управления МЧС подводим итоги летнего сезона, летнего периода. Ну и, как известно, МЧС у нас, это не только вода, это не только пожары, в том числе специалисты ведомства работают и в полях, можно сказать так, да, в том числе и специалисты взрывотехники, которые ищут различные взрывоопасные предметы, снаряды, может быть, времен Великой Отечественной войны и так далее, обезвреживают их. И вот об этой работе мы сегодня побеседуем с Виктором Ивановичем Батнарчуком, главным специалистом взрывотехникам отряда специальных жизненных работ. Виктор Иванович, ну вообще, насколько выдалось интенсивным летний период, какую работу вы вели, расскажите, пожалуйста. Ну, начнем с того, что я хочу немножко ввести в курс дела, что в составе государственного казенного учреждения и аварийно-спасательной службы имеется отряд специальных взрывных работ, которые занимаются уничтожением, поиском уничтожения взрывоопасных предметов Второй Великой Отечественной войны, будем говорить конкретно по-нашему. Не секрет, что отдельные районы Тверской области в течение двух лет были ареной тяжелых и прокуроративных сражений. И поэтому в земле осталось большое количество боеприпасов по той или иной причине, не взорвавшихся, оставленных войсками, не взорвавшись при проведении каких-то специальных взрывных работ. Эти боеприпасы в течение каждого года проходят поисковые операции, движения поисковиков. Зачастую вместе с солдатами поднимают боеприпасы. И поэтому, вот, если брать, я взял выписку по двум годам, если в 2019 году мы уничтожили 2076 единиц боеприпасов, так уже в этом году, на август месяц, 2988. Что хочется, какие меры предосторожности, потому что много людей, не секрет, ездят, ходят в леса, занимаются поиском, различными на пикниках присутствуют. Они должны все понимать, что все боеприпасы, которые находятся в земле, вне зависимости от времени, что прошло более 70 лет, они опасны все, начиная от патрона и заканчивая авиабомбы, гранаты, в любом состоянии, в любом, я повторяю, они опасны. Поэтому люди, которые обнаружили этот боеприпас, ни в коем случае его нельзя трогать. Они должны понимать, что это не фильм. Боеприпасы – это вещь очень опасная, и потом открутить обратно эту пленку не удастся. Поэтому бывали многие случаи, и у Тверской области слабого нет, а в других областях, что от этих боеприпасов гибли люди. И поэтому я всех просто предупреждаю, взрослые, выезжают на пикники, на отдых, нужно знать, принимать такие меры предосторожности, никогда не раскладывать костер на бывшем кострище. Это должна быть аксиома, потому что у нас есть специалисты разные, будем так сказать, которые не очень хорошо дружат с сознанием, нарушают меры, и могут сунуть боеприпас в костер. Люди, которые не знают, приходят на новые костры, и на этом кострище могут разложить, и может произойти несчастье. Отряд занимается вот этими мероприятиями, которые мы проводим занятия со школьниками, приходят к нам, у нас есть специальный класс, и мы им объясняем меры предосторожности, что все боеприпасы представляют из себя опасность. Даже маленький патрон, мы тоже говорим, что бросить его в огонь, в костер, он выстрелит в любом случае. Это гарантия практически 100%. Куда полетит пуля, это вопрос, как говорится, спорный. Но он представляет опасность, поэтому должны к этому относиться очень серьезно. Звонить, если находится такой боеприпас, на службу 112. Звонит специальная служба, которая вызывает нас, сообщают органы внутренних дел. Мы приезжаем, определяем степень опасности этого боеприпаса, и потом, если его можно транспортировать, мы его вывозим на специальный полигон, и подрывную площадку, и мы его там уничтожаем. Также на территории Тверской области в этом году особенно проводили, и уже в ряд последних лет проводятся работы по очистке местности с специальным отрядом «Лидер». Давайте о «Лидере» немножко попозже. У меня к вам еще перед этим один вопрос. Вы сказали, что если найден боеприпас, что нельзя, допустим, бросать в костер и так далее. А как его опознать? Ведь не каждый вообще знает, какой это боеприпас. Вы можете подумать, что это какая-нибудь склянка или все что угодно. Как, в первую очередь, опознать, что это потенциально боеприпас, и в таком случае уже звонить спасателям? Мы выезжали, мы проводили занятия в лагерях, мы в школах, к нам приходят школьники, люди смотрят фильмы. Все, любой предмет, который даже отдаленно напоминает боеприпас, лучше сообщить, мы приедем, потом определим. Да, нам попадались случаи, что трубу принимали за снаряд, цилиндр какой-то принимали за снаряд. Но я еще раз говорю, что любой предмет, который может вам напоминать боеприпас, является сразу потенциальной опасностью. Как говорится, лучше взять самое худшее, чтобы не получилось, что предмет, допустим, тот же цилиндр, внешне похожий на снаряд, кто-то подумает, что нет, и может произойти несчастье. Любой предмет, который напоминает боеприпас, должен не трогать с места, сообщать на службу 112, и дальше они знают, как действовать, все по цепочке, мы приезжаем и определяем степень опасности, и что с этим боеприпасом делать, если это боеприпас. А КП сейчас моднее и моднее становится, да? Да, сейчас в связи с тем, что, во-первых, большое внимание государство уделяет поисковому движению, и плюс региональной власти, поисковых отрядов очень много. На территорию Тверской области приезжают отряды со всей России. И поэтому, что проводят, и я же говорю, что с солдатами, которые поднимают, в каких-то районах находят, зачастую поднимают боеприпасы. Поэтому, еще раз, надо очень быть осторожным, отрядов очень много. Мы выезжали совместно с МЧС, мы выезжали на Калининский фронт, проводили занятия там, объясняли, есть плакаты по взрывоопасным, что является взрывоопасным предметом. У нас, тем более, открыли такой мемориал. Мемориал в Жевске, там проводили очистку местности. Я говорю, территория Тверской области, особенно вот эти южные районы, где проходили бои, боевые действия, там очень много боеприпасов. Но боеприпасы встречаются и в тех районах, где боевых действий не было. Но там были районы со средоточения войск. Проходили подготовку перед отправкой на фронт, тренировки. И тоже боеприпасы по какой-то причине оставлены или завезены и не использованы. Зачастую боеприпасы могут оставаться, что какое-то повреждение получили непосредственно в боевых действиях, там уронили снаряд, его побоялись использовать в стрельбе, он остался по какой-то причине. В каком состоянии он определить невозможно. И поэтому любой предмет, который напоминает, он представляет потенциальную опасность. Ну и потенциальную опасность у нас, как известно, представляет вода. Сергей Евгеньевич, давайте об этом еще тоже поговорим, потому что Вы уже упомянули, Вы начали свой разговор о том, что были инциденты на воде. Вот о причинах частых пожаров, возгораниях мы поговорили. Какие наиболее частые причины инцидентов на воде? И вообще, удается ли со временем менять мировоззрение людей? То есть удается как-то наставлять их на то, как себя вести купающимся и тем, кто использует плав-средства? Ну да, но на сегодняшний день у нас уже 21 погибших зарегистрирован. В прошлом году 25 человек было. С начала года, да. А в купальный сезон 14 человек уже погибло. Основная причина, ну это поведение, то есть, как говорят сейчас, человеческий фактор. Но основная причина, как и мой коллега упомянул, это нахождение в состоянии опьянения на водоемах. То есть львиная доля этих происшествий происходит с людьми, которые находятся в состоянии опьянения. Это у нас и вот в городе было два происшествия, когда люди в состоянии опьянения находились, утонули и в Калининском районе. Одна ситуация у нас была, что человек пьяный из лодки выпал, утонул. Тут тоже очень сложно предсказать, тем более в ночное время где-то они там передвигались и нашли мы его. И уже потом только установили, что оказывается он где-то выпал из лодки. Поэтому вода очень опасная. Как менять ситуацию? То есть со временем все-таки мы должны, наверное, прийти к тому, что люди должны знать, что, допустим, нетрезвыми на воду нельзя выходить, нетрезвыми нельзя садиться. Ну, трезвость – норма жизни. Вот у нас как бы основная должна быть ситуация направлена, чтобы люди понимали, что человек, он должен жить и удовольствие не только от алкоголя получать или от каких-то других там веществ. Вот, поэтому трезвый человек, он находится в нормальном состоянии, на водоеме, ведет себя. А, соответственно, если человек в неадекватном состоянии, он может сделать все, что угодно, правильно? Может и с моста спрыгнуть. Вот, и тем более картину часто наблюдают, что родители выпивают, сидят, а дети вокруг бегают, около речки там где-нибудь. Вот это страшная ситуация, то есть ребенок уже находится не под контролем, а если этому ребенку всего там 2-3 года. Поэтому, в первую очередь, то есть это самосознание должно быть. Ну, помимо употребления алкоголя, какие еще причины вот в числе главных прецедентов на воде? Ну, прецедент главный – то, что необходимо соблюдать правила плавания. В первую очередь, это спасательные средства должны быть, потому что зачастую, которые происшествия происходят на воде именно с маломерными судами, то есть это средство спасения. Если есть жилет у человека, в лучшем случае, да, если попал в воду, то все равно выплывешь, если не замерзнешь. И таких ситуаций очень много зарегистрировано. Вот это у нас гибель ребенка, причина – отсутствие жилета. Девочка, которая была на этом гидроцикле, доплыла до берега, а парень не смог. Почему? Потому что девочка была в жилете, она доплыла до берега благополучно. Человек, который управлял гидроциклом, помог, пытался помочь спасти парня, но утонул сам, потому что и сам был без жилета. Был бы сам в жилете, сам бы выжил, и ребенка бы спас. То есть причина основная – это отсутствие спасательных средств. И таких случаев много у нас зарегистрировано было. А вот со временем, вот мой вопрос был один из тех, что я вам задал. То есть удается ли наблюдать вообще со временем, что люди меняют свое мировоззрение? Ну да, тем более у нас за последние, в прошлом году у нас были повышены штрафы значительно, за нарушение правил плавания, в том числе за нарушение правил регистрации судов, за управление, не имеющих права управления маломирными судами. То есть ужесточаются, так сказать, законы, и вроде люди начинают себя уже более-менее адекватно вести и на воде, понимают, что и ответственность существует. И мы стараемся донести, что это опасно очень. Поэтому с каждым годом мы регистрируем меньше происшествий. То есть если за последние пять лет статистику посмотреть, то мы потихонечку идем в минус. Идем ли мы в минус, Евгений Александрович, по пожарам? Ну, как я отметил ранее, по пожарам масса обстановка все-таки благополучная. Но, тем не менее, основная часть пожаров у нас происходит все-таки в жилом секторе. Незначительная часть происходит на транспорте, на объектах коммерческих предприятий. Пожары есть, но их доля незначительная. Основная масса, как я уже упомянул, это жилой сектор. То есть все основные нарушения требований пожарной безопасности происходят именно в жилье граждан, в частном жилом секторе. Основная, как я уже говорил, причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем. Это в летний период разведение костров, сжигание мусора. Мы про это уже говорили. Все требования до людей доведены. Как сказал мой коллега, штрафы тоже увеличены. В летний период органами государственного пожарного надзора, сотрудниками, было возбуждено более 300 дел об административном правонарушении. И граждане привлекались к административной ответственности, в том числе и выносили штрафные санкции, и довольно-таки немаленькие. Я напомню, что штраф на гражданина от 1 тысячи до 3 тысячи рублей. Если в условиях особого противопожарного режима совершены правонарушения, то сумма штрафов удваивается. Буквально хочу отметить причины пожаров, такие как нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Если мы смотрим сводки по телевизору, смотрим новости, у нас буквально каждую неделю в Российской Федерации происходят хлопки врыва газов. В начале года у нас такой случай произошел в городе Твери на бульваре Гусева. И буквально в пятницу у нас аналогичный случай произошел в Конаково. Тоже в панельном пятиэтажном доме на первом этаже произошел хлопок газа. В данных случаях, к сожалению, два человека получили травму, и один человек погиб. И пожары данные, они наносят такой общественный резонанс, потому что несут с собой разрушительные, характер разрушений появляется, в том числе и которые влияют на состояние общей и самого дома. Вот что хотелось сказать по данным фактам. Когда начинаем разбираться, и даже когда проверяем жилой сектор, смотрим, посещаем квартиры, беседуем с людьми, газовое оборудование, которое, как правило, располагается в кухонных помещениях, но это не секрет, все мы знаем, потому что газовые плиты, газовые колонки, все находятся там, газовые счетчики. Как правило, все это газовое оборудование закрывается кухонной мебелью. То есть шкафы, какие-то андресоли, какие-то навесные шкафы, все это плотно закрыто. И доступа практически к этому оборудованию никакого нет. В некоторых случаях выявляются такие факты, когда просто банально, выполняя какие-то ремонтные работы, газовые краны, которые необходимы для перекрытия газа в квартире, просто ручку этого крана обрезают, чтобы она не мешала закрыванию какой-то дверцы шкафа или другой части мебели, что крайне недопустимо. И в случае, не дай бог, утечки газа в квартире, произойти перекрывание этого газа просто невозможно. И этот процесс, он будет неизбежен, его не остановить, что приведет к дальнейшему негативным моментам. Не надо не пренебрегать с вызовом специалистов, которые ежегодно обслуживают газовое оборудование. Насколько я знаю, многие квартировладельцы или квартиросъемщики зачастую просто пренебрегают услугами этих специалистов и не впускают их в квартиру. У нас все нормально, мы только поставили оборудование, и все хорошо работает, и дальше будет работать. Не рекомендую таких мер производить, и необходимо специалисту каждый год обслуживать и газовую плиту, и газовые котлы, которые сейчас практически во всех квартирах, и индивидуальное газоотопление у нас присутствует. Данные обстоятельства просто позволят выявить какую-либо неисправность на ранней стадии. Это обязательно условие, которое мы должны соблюдать. Ну и во-вторых, в первую очередь, когда уходим на длительное время из квартиры, на работу, либо на какие-то мероприятия, и квартира остается дома одна, рекомендую газовые краны все-таки закрывать, перекрывать. 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 Лучший кран в квартире, да, перекрывать. Для электричества тоже, если человек уезжает, лучше не пользуется. По избежанию каких-то либо неприятностей, которые могут возникнуть впоследствии. Ну и если мы все-таки, заходя в квартиру, почувствовали неприятный запах газа, то в первую очередь, что необходимо сделать? Ни в коем случае не включать электричество. Это ни в коем случае, то есть это нужно запомнить. Необходимо сразу открыть, проветрить все помещения, окна, двери, то есть сразу открыть, чтобы снизить концентрацию именно газа, чтобы вот эта концентрация, в результате которой наполнение квартиры, либо помещения может возникнуть вспышка, она не произошла. То есть открываем все помещения, все форточки, все окна. Ну и непосредственно сразу закрываем, перекрываем газ в квартире. То есть кран должен быть закрыт. Ну и вызываем экстренные службы, службу 04, либо звоним 112, это единый номер спасения. То есть подразделения отреагируют и прибудут на оказание каких-либо помощи, мероприятий. И хотелось бы все-таки до родителей довести. То есть детям необходимо разъяснить, где и как газовое оборудование в квартире отключается. Задавал вопросы детям, даже и детям более старшего возраста, даже не знают, где находится в квартире кран, который перекрывает газовое оборудование, чтобы в случае какой-либо беды избежать вот этого негативного момента. То есть родителям нужно разъяснить, что газовые приборы при уходе из дома отключаем. Никогда мы не оставляем конфорки. На конфорках, как правило, еще есть такой момент, когда мы оставляем кипятить кастрюлю с водой, в основном, когда начинает вода закипать. Есть такие моменты выплескиния воды, в результате которого затухает конфорка, газ продолжает поступать. В результате каких-либо малейшего источника зажигания происходит хлопок, взрыв. Вот этот момент тоже. То есть все газовые, все приготовление пищи, либо какие-то любые другие моменты с приготовлением еды, должны сопровождаться обязательным контролем со стороны взрослых в обязательном порядке. Это те моменты, которые необходимо соблюдать. Я могу добавить к этому, даже такой случай знал. Меняли шланг газовый, поставили уже не резиновый, как они есть, а сейчас вот такие гофрированные специальные. Там есть одна нюанс, то, что если на плите пьезо стоит система, то есть поджиг идет электрический, в каких-то моментах может быть, что вот эта искра может пробить вот этот шланг. То есть появляется еле-еле слышный запах газа. Это суетечка небольшая. Да, может быть там совсем микротрещина, ее никогда не определить, но по запаху она все равно происходит. Может быть там в течение дня только чуть-чуть набраться такой как бы небольшая концентрация газа, но она присутствует. То есть может быть и вот здесь, и на булеваре Гусева, то есть в момент, когда вот такая шла утечка незаметная, нажали пьезоплиту, и из-за этого произошло возгорание. То есть правильно, как вот Евгений говорит, да, то, что если почувствовали запах газа, ни в коем случае не включать какие-то приборы электрические. И тем более, если плита имеет электрический поджиг, ей ни в коем случае не нажимать этот поджиг. Поэтому необходимо вызвать специалистов, чтобы эту причину устранили, а потом уже только пользоваться плитой. Ну, как известно, нет. Добавлю, разрешите, буквально кратко по этим двум моментам. То есть если газовая плита, она имеет электрический поджиг, значит в любом случае это 100% она должна быть заземлена во избежание вот таких процессов, которые сейчас коллега рассказал. Во-вторых, не пренебрегайте покупкой газоанализатора в квартире, в кухонном помещении, как минимум он должен быть. Они продаются в любом магазине, который связан с газовым оборудованием. То есть цена его довольно-таки небольшая, но тем не менее он позволит оповестить жильцов квартиры о том, что концентрация газа начинает увеличиваться. Даже если вас, хозяев, квартир... Да, даже если хозяев не будет. Это звуковой сигнал, довольно-таки громкий, который позволит либо разбудить, либо оповестить жильцов о том, что ситуация начинает ухудшаться, и может возникнуть неприятная ситуация. В любом случае вот эти моменты нужно соблюдать, и если есть возможность, то, конечно, такие приборы должны в доме быть. Эта безопасность, она превыше всего. Много о чем нужно помнить при эксплуатации бытового газа, чтобы не возникло различных инцидентов, ну и много о чем нужно помнить в случае обнаружения взрывоопасных предметов в поле. Виктор Иванович, нынешним летом в Тверской области работал центр-лидер. Немножко об этой работе уже не первый год, да, специалисты работают? Да. Центр-лидер работал уже ряд лет. В этом году они работали в двух районах, в Оленинском районе и в Оржевском. По результатам, по количеству обнаруженных боеприпасов по Оржевскому району это 1037, а по Оленинску 1236. Они в том числе находили авиабомбы, реактивные снаряды, ручные гранаты, мины, минометные и артиллерийские снаряды. Этот делает большую работу, этот центр-лидер, потому что проводит практически сплошное разминирование местности. Я говорю еще раз, поля многие засорены, со временем поля приходится сейчас вводить в эксплуатацию, не секрет, что многие годы некоторые поля не обрабатывались. Сейчас начали поднимать сельское хозяйство, поля обрабатываются, и поэтому эта работа необходима. А в Оленинском районе в этом году они еще подняли, во время поиска нашли, вернули из небытия останки солдат, вернули родственникам, родных, близких, и они перезахоронены в Оленинском районе. Так что работа сейчас ведется поисковиками, очень большая, очень много, еще раз говорю, на этом остановиться, что поисковиков очень много. И представляют все эти боеприпасы, которые находятся здесь, представляют потенциальную опасность. Поэтому с ними шутить нельзя. Трогать, перемещать, носить, возить, бросать, стучать по ним, это крайне опасно. Вот еще раз, сообщать службу 112, они уже, у них есть план действий, они знают, куда нужно сообщать, информация приходит к нам, мы приезжаем, определяем степень опасности этого боеприпаса, и принимаем решение. Или уничтожать его на месте, или вывозим на специальную площадку, уничтожаем, чтобы не допустить травматизма, еще самых, и смерти людей. Это очень опасная вещь. А уж тем более детям. Иногда можно свое детство вспомнить, руки чешутся, какой-нибудь баллончик, любой, даже газовый баллончик, какой-нибудь бросить в костер, правильно? Там руки чешутся, там у детям уже интересно. Даже какой-нибудь любой из-под лака, там тоже может произойти, правильно, Виктор Иванович? Да, что в Тверской области, еще нужно определить, что кроме вот этих боеприпасов, которые в них видят, надо смотреть внимательно бутылки. Вот в этом году в Ржевском районе лидер обнаружил 183 бутылки с зажигательной смесью. Эта зажигательная смесь, должны все прекрасно понимать, что ее разобьешь, если она попадет, ее потушить невозможно. И здесь такие случаи были, что она горит и в земле, и под землей. Здесь бывали случаи, прошли многие годы, более 10 или 15 лет в Ржеве, ребенок принес домой вот эту бутылку, никто не знали, хотели вылить в унитаз, ее открыли, и она загорелась. Поэтому все предметы, которые мешают какое-то произведение, бутылки, они являются потенциально опасными, должны уничтожаться специалистами, когда мы приедем, и все это определим и уничтожим. Особенно с детьми, потому что дети любопытно начинают, пытаются что-то раскрутить, постучать, но им надо, и родители должны за этим следить. Я же говорю еще раз, выезжают на пикники везде. Поэтому должны быть предельно, в этом плане осторожны, потому что Тверская область, эти районы, очень засорены боеприпасами, и находятся в таких глухих местах. И работы, видимо, еще много. Я думаю, на много-намного лет еще, потому что территория сейчас, тем более, что сейчас многие деревни после войны не восстанавливались. На территории, в районе этих деревень проходили тяжелые бои, жестокие деревни, не восстанавливались. А сейчас поисковое движение, они работают в архивах. На территории вот этих, где проходили боевые действия, есть захоронения солдат, не только организованные захоронения, есть солдаты, которые хоронили их не товарищи в процессе боев. Не везде были поставлены памятники, не все знают. В архивах они поднимают, что в районе таких деревень количество погибших солдат, их деньги примерно захоронены. Поисковики это сейчас поднимают архивы, работают с архивами, ищут эти деревни, которые... А Ржевский, Оленьский район, там даже миллионами исчисляли жертвы у того сражения. А не сам в кровопролитные бои? Да, в кровопролитные бои, это есть по этим потерям, есть специальная книга, выпущенная Кривошеевым, генерал-полковником, где вот эти все потери, это все они учтены. Вот факт то, что... Молодежь сейчас изучает же это, правильно? Да, сейчас это... И вооружаются миноискателями. Сейчас миноискатели... И отправляются в полях. Да, сейчас это более-менее миноискатели доступно. Плюс я же говорю, что организовывают многие, вот Нижегородская область, там Ханты-Мансийская, создают поисковые отряды, ищут своих земляков. В районе Ржева, там, с Якутии, они сейчас делают, типа, стационарный лагерь в районе деревни Кокошкино. Да и частники у нас сейчас... Ну, Сергеевич, я так понимаю, вы к тому клоните, что нужно эту работу осуществлять все-таки подготовившись. У нас же запрещено, насколько я понимаю, просто частные какие-то вот эти поисковые вещи. Конечно, это должно быть организовано, потому что с этими поисковыми отрядами выезжает, если это школьники, выезжает кто-то... Даже у меня есть знакомые, у которых имеются металлоискатели различные, не только там воинские захоронения там ищут, а ищут какие-то предметы старины, которые ценности. И могут наткнуться в любой момент на все, что угодно. Многие раскапывают вот эти... Ищут старые усадьбы, где были торжеща. Сейчас это... Сейчас же есть интернет, есть все. Это доступная информация, она просачивается как-то. Не секрет, что есть люди, которые... Кладоискатели, которые ищут вот эти все предметы, которые имеют какую-то ценность. Даже ныряют. Материальные, да. Со дна вот мы наблюдали, одни товарищи у нас под Восточным мостом металлолом собирались, магниты. А могут бомбу поднять, правильно? Так они на Тверце и поднимали, они с магнитами ходят, берут сейчас, у них есть мощные магниты, веревкой бросают, вытаскивают на берег. И вместе с металлом вытаскивают и гранаты. Есть, это не секрет. Особенно вот у нас, где Хвастовская переправа, была тяжелые бои. Это вот в Верховьях, в Волге, вот здесь вот, в районе... лагерей Суворовских, вот где Хвастовская, вот там бои у нас тяжелые, через реку тоже шли, вот там тоже товарищи у нас ныряют иногда, там ищут какие-то предметы на реке Волга. Поэтому да, вот мы как бы и стараемся тоже иногда... Ну тоже на воду, тоже не... Работу, да. Нет, мы просто разъясняем. Давайте как раз-таки, да, профилактической работе. У нас один сезон закончился, летний, да, но тем не менее начинается новый, еще более серьезный, еще более продолжительный сезон, учебный год, я имею в виду, да, сейчас тысячи мальчишек и девчонок пойдут в школу в Турцком области. Сергей Евгеньевич, какую работу планируете вести во время учебного года, с точки зрения тоже профилактики, ну и действий, вот, как именно инспекторов и спасателей? Ну у нас, тем более, сейчас мы прогноз как бы смотрим, да, отслеживаем, тоже у нас сентябрь достаточно теплый, да, вроде прогнозируют. Поэтому и моменты такие могут быть, что и все равно люди будут и водоемы посещать, и на дачах доделывают дела, как бы сельскохозяйственные, и идут к воде. Все равно захочется выходные отдохнуть, вот, но тем не менее, сейчас работа будет с детьми, продолжаться. Как я сказал, если будет возможность, то мы проведем дни открытых дверей, то есть мы приглашаем детишек к себе на базы, вот, рассказываем, какой у нас на вооружении техника находится, рассказываем правила поведения на воде, обязательно в школы мы пойдем с детьми заниматься будем. Тем более, как показывает практика, возможно, уже октябрь, начало ноября погода, что нам может предподнести и первый лед, то есть здесь мы тоже держим руку на пульсе, уже с переходом именно в осенне-зимний период. Который тоже, с точки зрения, наверное, инцидентов, он не менее напряженный. Конечно, у нас всегда появление первой корочки льда, она несет в себе очень большие потенциальные опасности, в первую очередь с детьми, потому что не секрет, когда появилась первая корочка, хочется ее попробовать, постучать ногой по ней, правильно, а или перебежать в водоем, покататься на коньках, поэтому вот эта работа будет нацелена именно в данном. Ну и рыбаки, соответственно, наши у нас что ожидает? Осенью, так сказать, и половить рыбы, вроде активизируется и хищник, то есть люди выходят на водоемы, но уже погода не та, прохладная, одевают, соответственно, одежду на себя. И в случае опрокидывания судна или какого-то там другого инцидента, человек уже оказывается в воде, в одежде. И уже выбраться намного тяжелее. Поэтому вот работа, соответственно, и профилактическая в этом направлении нами проводится. То есть мы обязательно разъясняем, когда мы видим, что вот люди находятся на воде в тяжелой одежде и без жилетов, что таит очень большой опасностью. То есть выбраться намного уже сложнее. Евгений Александрович, ну а ваши специалисты надзорные деятельности, я так понимаю, они усиленно проверяли школы. Есть ли какие-то первые уже итоги этой деятельности? На что, в первую очередь, обращали внимание в учебных заведениях перед новым учебным годом? Да, здесь хочу отметить то, что у нас 1 сентября будет открыто более 100, ой, более тысячи у нас учебных заведений. Это и детские сады, и школы, и колледжи, вузы. Более 1100 даже их будет задействовано. Вот в течение августа месяца наши сотрудники во всех муниципальных образованиях Тверской области осуществляли комиссионную проверку этих объектов, объектов образования. В целом, все школы, сады и учебные заведения подготовлены в области пожарной безопасности достаточно на высоком уровне. Везде у нас смонтирована и работоспособность проверена. Средства противопожарной защиты, это и автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения, управления эвакуацией, все работает, все находится в исправном состоянии. Здесь тревоги никакой у нас не вызывает. Особое внимание мы обращали на уголки безопасности в школах и других учебных заведениях. То есть та информация, которая должна находиться на объектах, она должна быть учащимися. В первую очередь обновлена, да, то есть на видных местах расположена. И после длительных каникул ребенок, приходящий в школу, а у нас каникулы, мы помним, аж с апреля месяца начались. Да, это были долгие, достаточно продолжительные каникулы. То есть понятное дело то, что дети друг по другу соскучились, у них много эмоций, у них много каких-то взаимоотношений, которые были, так скажем, утеряны. У них возникли какие-то интересы новые. И в первую очередь, вот я еще раз повторяю, что мы акцентировали внимание на уголки безопасности. То есть ребенок должен прийти в школу, должен прийти на любой другой объект образования и в первую очередь вспомнить о всех тех требованиях, которые необходимо на объекте соблюдать. Это и требования пожарной безопасности, и требования к антитеррористической защищенности, ну и другие требования, которые в нынешней ситуации должны соблюдаться и выполняться на объектах. На что будете обращать внимание, вот здесь так уже коротко, да, заключение, на что будете обращать внимание во время учебного периода? Продолжится ли работа, может быть, так же, вот с посещением школ сотрудниками? Ну, у нас сейчас начинается профилактическая операция, новый учебный год, 1 сентября. У нас разработаны в каждом муниципальном образовании планы этой профилактической операции. Мы планируем провести дни открытых дверей в каждой пожарно-спасательной части с показом пожарной техники, пожарно-технического вооружения, разъяснить еще раз детям те требования, которые необходимо соблюдать и в школах, и на пришкольных территориях, и в том числе в быту. Вот ребенок должен эти требования знать и неугаснительно соблюдать, чтобы какие-то моменты все-таки он мог предупредить негативно. Еще раз мы разъясним, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, огнетушители, либо какие-либо другие средства. Это и, может быть, пожарные щиты, которые установлены у объектов образования, другой инвентарь, который может быть применен к возникновению той или иной ситуации. Итак, мы сегодня поговорили с нашими гостями о том, как прошел для специалистов, для сотрудников чрезвычайного ведомства нынешний летний период. Выяснили, что были и положительные моменты, но, к сожалению, не обошлось и без инцидентов трагичных. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Всего доброго. До свидания.